Денису не позволяет Денис пришел в школу в пятом классе к нам, из детского сада они пришли, группа их. Речь у него была плохая, конечно. Ну, в связи с тем, что мы занимаемся индивидуальной работой, ставим звуки, у нас есть постановка звуков, адаптация, коррекция звуков. Вот, поэтому в течение нескольких лет уже, после пятого класса, он, видите, научился говорить намного лучше. Денис учится в девятом классе коррекционной школы-интерната первого вида для глухих и слабослышащих детей. Его любимые предметы – русский язык, литература и химия. У мальчика хорошая успеваемость и богатый словарный запас. Он очень старается понимать сложные и тяжелые слова. А еще Алексей Саврасов был большим мастером по изображению воздуха, который давал его картинам чувства дыхания, наполненные носки. Ну вот, видишь, уже другое дело. Хорошо. Но недавнее обследование показало – болезнь Дениса прогрессирует. Слух упал до третьей степени тугоухости. Это тяжелая форма заболевания. Человек не слышит шепота, а разговорную речь воспринимает лишь на расстоянии одного-трех метров. Слышны только громкие звуки – стук в дверь, крик, сигнал автомобиля. Слуховые аппараты, которые Денис носит сейчас, с проблемой не справляются. У них очень плохой вкладыш индивидуальный, который вставляется в ушко. У детей появляется писк, свист. И это, представляете, головная боль, когда у тебя все пищит. Мощные многоканальные слуховые аппараты, которые подобрали Денису, стоят дорого и за счет бюджета не предоставляются. Собственных средств на приобретение в семье мальчика нет. Мама воспитывает сына одна, они живут на ее небольшую зарплату. За помощью мама Дениса обратилась в РУСФОНД. Необходимо собрать более 160 тысяч рублей. Современные цифровые и слуховые аппараты позволят Денису полноценно учиться и выбрать профессию. Целеустремленного и отзывчивого мальчика очень поддерживают и его педагоги. Он отличается от других детей своего класса. Он более ранимый и чувственный. Он ласковый, он любит тактильное. Денис, он нежный. И он умеет дружить, умеет сочувствовать, умеет понимать. Во-первых, у нас очень такой пластичный, гибкий, музыкальный. Он же словослышащий, поэтому у него как бы очень хороший слух. Он музыку хорошо понимает, ритм чувствует. Еще Денис занимается тхаквандо, постоянно участвует в школьных мероприятиях, любит рисовать. А выходные проводит с друзьями и, конечно, с мамой. Как с мамой время проводите? Да, нормально, хорошо. Гуляете? Да, всегда с мамой гуляли. Как часто с ней разговариваешь? Мама тоже понимает, что когда я разговариваю, мама понимает. Мама всегда любит меня. Ну, конечно. А ты с ней часто созваниваешь? Да. Каждый день? Ну, конечно, конечно, маму тебе, да, ну, сейчас начну. Я такая, не знаю, как у тебя настроение нормальное. С будущей профессией Денис пока не определился. Ему нравится открывать для себя новые увлечения, постоянно работать над собой и развиваться. А помочь в этом Денису и Васюку очень просто. Нужно лишь отправить СМС на короткий номер 5542. И тогда главная мечта мальчика обязательно сбудется. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим трампунт медицинского центра САНОС.